Возможно, среднестатистический православный и среднестатистический мусульманин примерно одинаковы, мало знают о своей вере. Но ведь если сравнивать проявление, выражение этой религиозности, жизнь по вере, то сравнение получается далеко не всегда в нашу пользу. Я имею в виду в пользу православных. Верующие мусульмане не стесняются своей веры. Они носят и все вот эти платки, головные уборы, они отстаивают эти права во всевозможных европейских организациях и так далее. Они не стесняются соблюдать пост, и не то, что не стесняются соблюдать пост, а соблюдают его в их формах. И не ведут дискуссии, а вообще нужен он или не нужен, а может быть это пережиток прошлого, может быть это формальность. Я наблюдал совершенно поразительную картину, когда для нас, когда на Ближнем Востоке приближается время намаза, вот этой пять раз, так сказать, в день молитвы, и мечети, огромные мечети, мечети, которые там в разы, во много раз больше храма Христа Спасителя, которые только что стояли пустые, они вдруг заполняются битком людьми, которые начинают поклоняться Богу. И вообще проявление религиозности на Ближнем Востоке, исламской религиозности, оно настолько сильно по сравнению, я не говорю про страны Европы, где христианство вообще, по-моему, собственно говоря, отмирает, но и в России, где мы говорим о возрождении, там, религиозности, духовности и так далее, и так далее, я уже не говорю про совсем бытовой уровень, когда, что делает, я не хочу никого обидеть, русский рабочий, он пьет, ему надо каждые, там, пять минут, значит, делать перекур, при этом ему надо большую зарплату, и при этом надо, так сказать, мало работы, и что делает рабочий мусульманин, он не пьет, он не курит, и он довольствуется, ну, каким-то минимумом необходимым для жизни. Я прошу прощения, Алексей Ильич, за длинный вопрос, я сам терпеть не могу, ведущих, которые, вот, говорят больше, чем, так сказать, их гость, но я просто пытаюсь, вот, понять, не кажется ли вам, что соль, которой мы призваны быть, она теряет силу, и вот нет ли в этом опасности, вот, то, о чем сейчас говорят, там, война цивилизации и так далее, и так далее, вот, не поглотит ли просто нас ислам, вот, в своей большей ревности к Богу, и не утратим ли мы, вот, как соль, вот, нашу силу, и не станем ли совсем негодными, и что делают с солью, которая утратила свою силу? Мне кажется, ситуация несколько иной, и вот в каком отношении. То, что христианство действительно уходит от людей, об этом мы слышим уже очень давно. Кстати, Тихон Задонский в начале XVIII века говорил о христианстве, незаметно удаляется от людей. Он говорил о православии в России. Остается, более того, он сказал, страшные вещи, остается одно лицемерие. Так, о Европе и говорить нечего. Достоевский так и называл его кладбище. И это не только Достоевский. Константин Леонтьев, Хомяков, уж не говорю там Бринчанина, Теофан Говоров и другие. Это вещь достаточно очевидная. И православие, то же самое и наше, угасает очень сильно. Идет сильнейший процесс, так называемый, омерщение. То есть, когда мы саму христианскую жизнь приспосабливаем к нормам чистой мирской жизни. Мирской. Мирская жизнь в чем заключается? В том, что она основывается на трех основных принципах, о которых хорошо говорил Ава Дорофея. Будешь сказать, искушение Христа. Ава Дорофея такими словами, тремя назвал, которые все студенты знают. Я спрашиваю. Три С. Они тут же отвечают. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот в чем суть или корни, или основа мирской жизни. И действительно, так, в общем-то, православие сползает, православие в своих представителях сползает на искание именно этих трех начал жизни. О том, что это будет, предсказано в Евангелии. Христос сказал прямо, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Речь вот не вообще о вере, а о вере правильной. Об этом сказано. Так что здесь, так сказать, этот процесс и предсказан, и он очевиден. Его мы можем наблюдать и лично на самих себе. Правда, это сложнее, но на окружающих, по крайней мере, я это очень легко вижу. Вот. Для мусульманства, которое оказывается еще более сплоченным, там очень сильно действует внешний закон о жизни. Там подчас сами конституции и государственные законы поддерживают эту всю внешнюю форму жизни. Поддерживают. Это тоже очень существенный фактор. Но есть и другой фактор, я бы сказал, такого сознания, бытового сознания. Это религия очень простая в своем, так сказать, вероучении и, я бы сказал, в своем культе. Это очень простая религия. И здесь любому простому человеку очень легко принять это и исполнить это, особенно когда традиция держится, и никто ее не нарушает. В Европе сильнейшие противостояния были христианским традициям. В России нашу деревню, которая была, если хотите, основой, вот держала православие, была традиция, где в деревнях преимущественно уничтожили, деревню уничтожили просто, ее нет теперь, а ведь она была хранительницей. Так, там нет этого. Там не было этих таких страшных переворотов. И поэтому мусульманство там сохраняется. Но процесс омерщения идет и там. То есть омерщение, когда постепенно жизнь перестраивается на начало мирского восприятия смысла жизни. Процесс идет. Основной враг современности, напрасно говоря, что это мусульманство или что-нибудь, нет. Основной враг современности – это тот разврат, который несется со всех экранов, телевидения, радио, газет, журналов, рекламы и так далее. Развращает вот что, развращает душу людей и уничтожает религию. Это разврат. В мусульманстве законы запрещают это. Я несколько раз был в Иране. Я по телевидению там никогда не видел там, так сказать, обнаженной женщины. Никогда этого нет. И представить невозможно. Я на улицах первый раз, когда прилетел, я что такое попал в женский монастырь? Я удивился. Видите, законы держат. Но, скажу вам, я не думаю, чтобы это долго продержалось. Америка – это главный враг человечества. Человечество, откуда исходят все эти гадости, я бы сказал, и Европа, так откуда? Движется туда. Движется. И процесс омерщения, вот это развращение, отступление от норм нравственности, он обязательно придет, к сожалению, и туда. Сейчас мусульманство в своем нравственном отношении выше христиан. Несмотря на те там отклонения, там ваххабизм. Ваххабизм всюду он есть. Я не знаю, где его нет. Он и в православии есть. А уж в христианстве и говорить нечего. Это что, не ваххабизм, что ли, были эти крестовые походы? И что было средневековье там? Да это хуже еще, я не знаю, всякого. Все это было. Дело не в этом. А в своей сути мусульмане еще сохраняют вот те естественные нравственные нормы. Я говорю, естественные нормы отношений жизни и поведения и так далее. И поэтому, благодаря этому, мы видим заполненные мечети, их такое благовение, их следование традиции, неразрушенные они, держатся еще пока. Поэтому Америка вот дала Ирак, что там, начали с Ирака, пойдет, видите, грозится все время Ирану и так далее. Надо разрушить эти основы. И этот процесс идет. Вообще, я вам скажу, что сейчас создается действительно впечатление, судя по тем плодам, которые мы сейчас получаем из телевидения, радио и прочих средств массовой информации, эти какие плоды? Жестокость, насилие, разврат, кровь. Вот что оттуда льется с экрана. По плодам узнаете их. Сам говорит Господь Иисус Христос. Чьи эти плоды? От Бога? От дьявола. То есть, какой-то сатанизм, уже буквально какой-то центр, что ли, есть мировой, откуда все это идет и наполняет. Я не думаю, что мусульманство долго продержится. Не оно покорит мир. Это неверно. Нам это внушают. Ничего подобного. Не мусульманство покорит мир, а покорит мир сатанизм, который, мы видим, сейчас проявляется раньше, если в Европе и Америке, то теперь, увы, у нас захватывает. И против него мы не находим никаких средств борьбы. Внешних средств нет. Юридических, немыслимо, чтобы кто-либо из правителей посмел запретить эти гадости. Способ только один. Если христиане станут христианами. Если они, будучи таковыми, дадут тех людей, которые смогут войти в структуру управления и могут начать уже легальные, я бы сказал, законодательные формы борьбы с этим сатанизмом. Но на это надеяться довольно трудно. Ну, почему? У нас ведь почти, так сказать, православное государство, православные властители. Наверное, редкий губернатор не присутствует на архиерейских богослужениях. Они все крестятся, молятся, целуют иконы. И у нас вообще почти православная страна. А вы говорите, что вот-вот, так сказать, и сатанизм везде будет. Меня умилило, когда я увидел Ельцина со свечкой. Я думаю, как он перекрестится-то, правильно или нет? Кладет партийный билет, потом со свечкой стоит. Это комично, это было. Не знаю, как потом, может, он стал и более, так сказать, ведьм. Но все это выглядит, как та форма, которая имела место в царской России. Когда чиновник обязан был даже раз в год представить справочку о том, что он причастился. Боюсь, как бы, если мы к этому придем, а мы все время стараемся достичь той церковной жизни, которая была до революции. То есть той уровня, той церковной жизни, которая привела к революции. В Арсенофе-Оптинске, знаете, что говорил? Революция вышла из семинарии. Дмитрий Вениамин Федченко рисует картину того, что творилось у нас перед революцией. Где? В духовных школах. Геннадий Бринчининов, что творилось в наших монастырях. Феофан, что пишет, что с интеллигенцией нашей, да, и оптинские старцы, да, что творится. Вот в чем дело. Так что та внешняя форма, которую мы наблюдаем, это, знаете ли, удивительная вещь. Я до сих пор не знаю, кто же нажал кнопку, и вдруг все наши руководители стали в один миг православными. По команде, знаете, направо, все направо. Потом скажут налево, знаете, как на параде. Там командующие должны. И все поверутся в другую сторону. Я не вижу ничего тут оптимистического. Форма и больше ничего. Потому что если бы действительно были православными, никогда бы не позволили они этим гадостям литься с экранов телевизора. Никогда бы не позволить их жестокости, насилии, крови, пропаганды. Никогда бы этой валиологии бы не вели. Никогда бы не занялись этой ювенальной юстицией, которая у нас вот уже входит, когда детей отбирают у людей и держат ребенка, который не может даже увидеться с родителями, родители не могут увидеть ребенка. Никогда бы этого не позволили. Значит, тут что-то совсем другое. Боюсь, что православие – это та просто форма, я уж боюсь сказать личина, которую подчас мы прикрываем, совсем другую идеологию. Идеологию какую? Страшную. Потому что то, что льется с экранов наших, ничего тут нет. Не только православного, не только христианского. Не только, я говорю, а тут нет ничего человеческого. Наши мультики какие нравственно чистыми были. Где они? Просто, вы знаете, нравственного нет. Где нравственность наша? Где воспитание у нас любви искренней, чистой, если хотите, романтической? Жертвенности, великодушия, патриотизма. Где оно? Странно. Позволяется что угодно. Вплоть до выставок осторожно, религия. Или сейчас какое-то это двоесловие, что ли? Да, вот как вы к этому относитесь? Представляете, это не двоесловие. А это, знаете, говорят о человеке двуязычной. Кто это такой? Знаемый. Это не двоесловие. А это лицемерие. Это насмешка. Это что такое? Ну, это называют диалогом. Диалог так не ведется. Диалог проходит совсем под другим знаком. В другом ключе. В каком? Знаете, когда человек страдает заразной болезнью, то диалог ведется таким образом, чтобы он не мог заразить здоровых людей. А когда ведется пропаганда таких вещей, то мы говорим, что тут что-то нечистое. Совсем другая цель и другие настроения. Пожалуйста, вы видели хотя бы по телевидению? Я помню, однажды предлагали. Вы не могли бы выступить? Я говорю, хорошо, с удовольствием выступлю по телеканалу. Давайте еще был жив Гинсбург. Пожалуйста, пригласите его. С кем-то такой. Я тоже с двумя товарищами. Давайте проведем разговор на тему бытия Бога. Я говорю, я вам гарантирую, что это будет программа, о которой все будут смотреть. Это будет самая популярная программа. Ответ. Да, да, это интересно, интересно. Мы посмотрим все. И молчок. Это диалог? Боятся как огня такого диалога. Ну, что вы? В чем причина? Почему боитесь? По-хорошему поговорить? Не ругаться? Да избавить Бог. Зачем? Я помню, когда у нас одна из конференций, которая проходила вот уже 12 раз, это «Наука, философия, религия» в Дубне. И однажды на одно заседание приехал Фейнберг, академик Фейнберг, который заявил, что он атеист, и он приехал для того, чтобы защитить атеизм. Я помню, будучи одним из сопредседателей, я встал и говорю, как я рад. Благодарю вас. Это до чего? Это просто замечательно. Я говорю, что наконец-то можем открыто, честно, без всяких обиняков поговорить на такой хорошей площадке. Вот так. Действительно, им предоставляем слово. Он это говорил. Помню, я ему отвечал. Чем интересно закончилось? Меня попросили после окончания заседания встретиться с педагогами. Он подходит ко мне. А можно мне поприсутствовать на вашей встрече? Вот так. Вот открытый диалог, пожалуйста. Где он? К сожалению, так мало его. Так мало. Ювенальная юстиция. Много ли сейчас для того, чтобы дали равные права противникам ее и защитникам ее? Сейчас даже журнал ФОМА я посмотрел последний, посвященный как раз интервью по этому вопросу. Три представителя там. Три, которые за ювенальную юстицию, только один против. Правда, интересно. А почему бы не на равных сделать? В общем, вот так. Все не так просто, как это представляется. Свобода – вещь очень скользкая. Хорошо. Алексей Ильич, вот наши зрители, поскольку мы уже тут заговорили и об исламе и так далее, интересуются вашим отношением к экуменизму. Мое отношение к экуменизму таково. Я считаю, можно иметь диалоги и встречи с представителем других христианских конфессий. Можно иметь такой диалог. Но по вопросам, по-видимому, главным образом не столько религиозного характера, сколько проблем социального, может быть, социального. Вот так. Дело вот в чем, почему я так говорю. Когда наша церковь вступала в экуменизм, это было в 1963 году, то руководители Всемирного Совета Церквей, а там было порядка полутораста еще церквей всяких, протестантских. Так. Далее, что называется клятвенное обещание, и мы это просили, чтобы ни в коем случае ни одна из церквей, членов Всемирного Совета Церквей, экуменического, так, не вводила ничего такого нового, что препятствовало бы их диалогу и их продвижению к совместной деятельности и работе. Все? Приняли? Приняли. Ура! Как хорошо! Давайте теперь рассуждать. Уже на первой же ассамблее, которая после этого прошла, на этой же, да, здесь, это было в Нью-Дели, как стал вопрос о изменении базиса, вероучительного базиса, и в частности наша делегация предложила, чтобы этим базисом было исповедание три единого Бога. Не просто Господа Иисуса, а три единого Бога. Несколько голосов поднялось рук против. Несколько. Это христианский церковь. Что дальше? И на это обращаем внимание. Раньше. Несмотря на вот это решительное, если хотите, мер, чтобы ничего не вводить, прошло немного времени, и началось женское священство. Все православные говорят, что вы делаете? Мы же договорились. Это непреодолимые препятствия на пути единства. Это невозможно. Ответ нам, а почему вы не вводите женское священство? Это дискриминация и так далее. Еще проходит немножко времени, и что мы сейчас видим? Женщины становятся епископами. Еще пуще. еще проходит времени. Уже гомосексуалистов венчают. Вот, сидим вот так, делегация за делегацией, помню, с немецкой. Германия встает, один из них говорит, а вот наша церковь, рейнландская, да, уже совершает бракосочетание. Мы говорим, так это вообще не мысль, это антибиблейское же. Вы же понимаете, что же вы делаете? Они делают что? Что правительство делает? То они делают. Только и всего. То есть, шаг за шагом эта экуменическая деятельность, оказывается, следует не идее единства, а идее осуществления своих целей. Каких же целей? На одной из конференций, начальной конференции, американская делегация протестантов прямо сказала, это создание своего рода всемирного религиозного христианского органа, так, которому были бы подчинены все христианские церкви. И этот орган руководил бы всеми ими. Вы знаете, что там ни одно переучительное положение, в которых мы расходимся с теми же протестантами, не нашло своего разрешения. Ни одного. Зато целый ряд вещей, о которых я сказал, прямо свидетельствуют о противоположном. Вот к чему ведет экуменизм. Совсем не к поиску истинной церкви, к которой мы должны все стремиться, отбросив все свои заблуждения. Нет, нет, нет. Мы стремимся не к поиску единства в вере и жизни. А знаете, к чему стремимся? Я вам скажу страшную вещь. Совместному причащению. Совместному причащению в этом видят единства церковные. Я пью кофе с одним епископом англиканским в Англии, и он меня убеждает, что Христос не Бог. Я говорю, а кто же совершенный человек? Я говорю, ну, все-таки о Боге может поговорить? Нет, 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 не надо. Другой не епископ, профессор, убеждает меня, что Христос не воскрес. Вы представляете, что творится сейчас? Вы посмотрите на статистику, что во Франции, например, третья часть христиан во Франции не признает Иисуса Христа Богом. Третий час отвергает какой-либо сакраментальный характер Хрифхаристии и так далее. Представляете, что идет? Поэтому вот что с этими церквами так называемыми, о чем же можно говорить? Конечно, ни о какой вере. Это бесполезно. Ни о каких принципах духовной жизни. Об этом и мысли нет. С ними самое большее, что можно с ними говорить, с представителями, так же, как с атеистами и с представителями других религий, только о том, как бы все вместе нам жить получше здесь на земле и решать разного рода эти проблемы социальные, политические, экономические, экологические и так далее. Вот о чем можно говорить безотносительно к христианству. Поэтому мое отношение к экуменизму как к тому движению, которое нацелено, так было заявлено изначало, на объединение христиан в единой церкви, отрицательное. Никакой единой церкви не может быть. Ни одна протестантская церковь и думать не хочет о том, чтобы как-то стать, ну, право верной, право славной. И речи не может быть. В том числе и католическая церковь об этом и речи говорить не может быть. Папа Бенедикт XVI до своего избрания бывший кардиналом Ратцингером, он же был префектом, префектом, то есть руководителем вероучительной конгрегации, в свою бытность разослал всем епископским конференциям Европы бумагу, документ, документ всем епископским конференциям католическим по всему миру, в которой значилось черным по белому, единственная церковь, это церковь католическая, все прочие, и отмечено, православие и партистанты, так, это только доктрины, это только доктрины, то есть, что такое доктрины, то есть, какие-то учения, единственная церковь, это католическая церковь, ну, теперь попробуйте объединяться, доктрина с церковью, сейчас не говорят там о церквях сёстрах, он решительно отверг в этой энциклике само понятие церкви сёстрами, решительно было отвергнуто, я помню ещё несколько моих знакомых из Парижа, богослов, они возмущались, что называется, на стенку лезли от ярости, да, что даже это понятие отвергнуто, это говорится, знаете, вот так, на словах, как мы сейчас разговариваем, давайте посмотрим документы, посмотрите Конституцию от церкви Второго Ватиканского собора, об этом и речи даже нет, без Папы нет католичества, а Папа это кто такой, который, когда говорит из кафедры, то есть кафедры, как верховный пастырь учитель, он, он непогрешим, он безошибочен, безошибочен, какое возможно единение православия с католицизмом, католицизм это море, сейчас пять тысяч епископов, православие это лужица, я не знаю сколько там, двести, двести пятьдесят епископов, а уж количество верующих говорить нечего, в католической церкви сейчас миллиард, за миллиард перешагнуло, так? Так вот, какое объединение может быть? Она церковь, мы доктрины, что будет? Подчинение, поглощение. один из епископов зарубежных так и сказал сейчас, что он сказал очень резко, католичество это ересь, и объединение с католичеством возможно только тогда, когда оно, католичество, станет православием, что невозможно, а вот православие, что лезет туда, вот это интересно, что мы хотим, интересно, от католичества, что мы хотим. Алексей Ильич, я бы попросил на этом подробнее остановиться, потому что зрители именно об этом спрашивают, что мы ищем вот в этом сотрудничестве с католиками, и не грозит ли это, ну, собственно говоря, унией? Нет, это не только не грозит, а это только и может это быть. Мы знаем, к чему привела Леонская уния, там народ восстал против византийского императора, так, а посмотрите, Брестская уния, все, уния-то кто такой? Они же католики по сути. Это самое грозит, конечно, и нам, только уния. Грозит или не грозит? Нет, если эти тенденции, сейчас вот не буду называть, не хочу, это нехорошо, наверное, но один из православных иерархов заявил, что наступило время предпринять решительные шаги для достижения полного единства с католичеством. Этого ожидают обе наши церкви. Не хочется мне называть имя просто, ну, может быть, это пока не время, пока не время еще называть, но эти слова, если они действительно таковы были, как-то сомнений мало, хотя странно, это ужасно, это ужасно, конечно, потому что мы перестанем быть православными, оно нас поглотит полностью. Кстати, хочу сказать, что я не один десяток лет преподавал западные исповедания, и помню, когда немножко пришлось проанализировать католичество, я с удивлением обнаружил для себя, хотя интуитивно и ощущал, но с удивлением, оказывается, нет ни одной вероучительной истины, в которой бы католичество не отступило от православного учения. Само понимание спасения само совсем другое, и что самые уже ужасные, я скажу, самые тяжелые, что сами принципы и основы духовной жизни, так, они искажены до предела. Путь католической духовной жизни – это мечтательность. Мечтательность чего? Состояние, состояние любви. Оно особенно очень сильно обозначено на католических святых. Вы знаете, тезис бесспорный. «Скажите мне, кто ваши святые, я скажу вам, какова ваша церковь». Потому что святые – это и есть никто иное, как тот идеал, на который церковь ориентирует всех своих верующих. Вы только посмотрите, каково духовное состояние самых великих католических святых. Это же сущая беда, я вам скажу. Просто беда настоящая. Беда, которой бы надо просто плакать и рыдать, а не прославлять. А там этих святых делают учителями церкви. Ну, предстоянно, мне кажется, я уже много раз об этом говорил, я не знаю, сейчас уж просто повторяю. Да, об этом была у вас целая лекция. Я много раз говорил. Очень хорошая, подробная, но вот светский телезритель, который нас сейчас смотрит, у него наверняка возникнет такой вопрос, а может быть это в православии искажение веры? Может быть мы неправы? Может быть католики как раз правее? Ведь их же, как вы сами сказали, миллиард, а мы, собственно говоря, по сравнению с ними ну как бы секта, меньшинство какое-то. Доктрина. И может быть действительно правильнее, и кстати, такие вопросы тоже есть? Может быть действительно правильнее пришло время, так сказать, объединиться и слиться и так далее? Вопрос естественный и законный, особенно из уст тех, которые не знакомы с этими вещами. Скажу вам так, недавно была вот делегация нас в Академии католическая, которые попросили встречи со мной. И я в частности им предложил следующую мысль. Мы все сейчас говорим весь мир наш наполнен экуменизмом, идеей единства, братства, любви и так далее. На какой основе мы можем это сделать? Я говорю, вы знаете, у нас с вами одна общая история, тысячелетняя история. Тысячу лет была же одна церковь. Поэтому, по-видиму, для того, чтобы выяснить, где же она истина, в чем кто ошибается, католики, православные, мы должны обратиться к этому тысячелетию и на основании его проверить свои истины веры, свой путь духовной жизни. Проверить. И вот здесь это самый лучший критерий. И в частности я обратил внимание на именно принципы духовной жизни, на эти законы духовной жизни. Посмотрите, в чем видели все древние святые, и Кассиан Римлянин, и Бенедикт Нурсийский, то есть те святые, которые признаются, да, уж не говорю, там, Антонии, Макарии, Пимены, и Сесои, да, все они о чем говорят? вот то, что я сейчас сказал, что критерием спасенности является все большее видение своей греховности, видение своей неспособности исцелиться самому, и все более искреннее обращение ко Христу соответственно с молитвой. Вот в чем критерий. Искание же сразу любви как таковой, которую мы видим позднее, так, это они называли, это они называли, да, прелестью и заблуждением, прелестью и заблуждением называли. И вот теперь давайте посмотрим с этой точки зрения на то, каковы наши святые, чтобы не расстраивать их, я вовсе не стал приводить ни Терез, ни Екатерин, никого. Я не стал говорить о них, говорю, а вот у нас, например, сейчас, вот у нас есть такой Порфирий, Кавса-Калевит, Афонский подвижник, который прямо говорит, что самый легкий путь спасения, которому я следую и которому призываю вас всех черным по белому, причем пишет, так, является каким путем? Любите Бога, любите Христа, так, и не молите Бога, чтобы Он вас избавил от грехов, не боритесь со страстями, не боритесь с грехами, любите Бога. Я говорю, вы слышите? Вы слышите? А что Христос говорит? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, то есть тот, кто борется с грехом, царство Божие нудится, то есть понуждением берется, я должен бороться своими страстями, а нам что предлагается? Я говорю, это что такое? Это православие или что? Один из профессоров в ответ на мою речь сказал, ну, вы знаете, ну, у нас же у нас тоже Екатерина, например, Сиенская также учат. Я говорю, ну, вот видите, вот об этом нам и надо подумать. Вот критерии. У нас есть критерии? Тысячи лет. Разве это не критерии? Так вот, если с точки зрения учения отцов об отношении к папизму, Христос сказал, моё царство не от мира сего, здесь глава государства. Так, если мы возьмём учение о спасении совершённым Христом, посмотрите, о чём пишут отцы древние, исцеление человеческой природы, католичество, удовлетворение правосудию Божию. Если говорим о духовной жизни, в чём она заключается? В этих этапах видение греха своего, видение своей неспособности самому, понуждение себя, отсюда приход к смирению и через это постепенное Богообщение в молитве. То здесь что мы видим? О, Бог мой, супруг мой, как он блаженный Анжелу, Дух Святой шепчет, возлюбленная моя, я был в апостолах, был в пророках, но никого не любил так, как любил тебя, дочь моя и так далее. Какая-то Тереза, учитель церкви, твердит возлюбленной, зовёт таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. Что Тереза маленькая, последняя, которую папа Иоанн Павел II возвёл в достоинство учителя церкви, вы слышите? Она в 23 года скончалась, она учителя церкви, что она пишет, свою встречу со Христом. Мы взглянули друг на друга и всё поняли без слов. И маленькая бедная Тереза утонула в океане божественной любви и так далее. Бильям Джемс, это очень известный американский психолог, один из крупнейших 19 века, оценивая вот эти вот, прямо касаясь их, прямо сказал, что это диалоги влюблённых, это романы. При чём-то духовная жизнь? Где тут борьба со страстями? Опыт первого тысячелетия к чему говорит? Любовь – это следствие как состояние, как чувство, следствие побеждения в себе страстей, эгоизма. И к этому постепенно человек приходит. То есть, это 101 этаж, когда мы попытаемся строить дом, начиная со 101 этажа, то будет, увы, явление печальное. Перевёрнуто всё. Первое тысячелетие совершенно твёрдо говорит о том, мы должны начинать, когда употребляют слово «любовь», то что подразумевает под этим? Относись к другому человеку, насколько можешь, с благожелательством и справедливо, по правде, а любое как состояние, это уже, как и апостол Павел пишет, как это союз совершенств. И его достичь невозможно без предварительного побеждения своих страстей. То есть, в данном случае, видите, мы находим совершенно диаметрально противоположные взгляды на духовную жизнь христианина. И это в высшей степени опасная вещь. Вот этот путь искания любви, искания созерцания, это путь искания видений и так далее. Единогласно все отцы первого тысячелетия называют путем прелести, то есть заблуждения, то есть прельщения. Вот приблизительно ситуация такого рода. Ну, а вот то, что их миллиард, то есть все идут не в ногу, а мы идем в ногу, это опять же светский человек тоже спросит. Ну, знаете ли, если это светский человек, и он хоть немножко имеет образование, то он тогда скажет, да, истину всегда говорил кто-то один, и его чуть ли не убивали, не сжигали, и чего только не делали. Истина не в большинстве и не во множестве. Поэтому сам по себе этот миллиард ни о чем не говорит, абсолютно. вот вы коснулись Алексея Ильича Порфирия Каса Калевита. Да, совершенно верно, мне не выговорить, так сказать, это слово греческое. Из, 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 из. К сожалению, нет из какого города, вот зрительница очень по этому поводу сокрушается. Это великий святой на уровне преподобного Серафима Саровского. Его близость к Господу проявилась в щедрых дарах прозорливости, даре предвидения, силе молитвы, даре исцелений. Он, как и преподобный Серафим Саровский, светился тем же божественным благодатным светом. Ну, и вот, соответственно, зрительница высказывает очень большое недоумение, почему вот такое отношение к этому старцу. Вы слышите, какими критериями, к сожалению, мы пользуемся. Он творил чудеса, прозорливость и так далее. Да где вы найдете у святых отцов такие критерии? Повторяю, еще раз к Сесоне Великом пришел «Отче, я имею непрестанную память Божию». Что он ответил? «Сесой великий», церкви великих немного, «то невелико, велико увидеться ниже всей твари». Если бы она посмотрела, прочитала, как он получил Порфирии эти дары прозорливости, то она бы, наверное, поняла бы, что-то неладное. Он подсмотрел однажды, затем, как молился один афонский монах, которого почитали как святой, подсмотрел, причем тот его не видел. И когда Порфирий вернулся в келью, где он был послушником, он обнаружил у себя сразу два дара – непрестанные молитвы и прозорливости, которые, он настойчиво утверждает, мне передал этот святой старец. Что это такое? нигде в книге Порфирия ни одной ссылки ни на одного святого отца, где он сказал, вот, смотрите, как от блаженного Макарию, смотрите, как передал вот тот, и мне недостойным нигде, нет. А когда его спросили, а как вы относитесь к святым отцам? Он ответил, замечательно, ой, я очень их люблю, но скажу по совести, я их никогда не читал. К сожалению, видите, какие критерии у нас? Как чудотворение, прозроливость, исцеление. Это что за критерии такие в понимании? Сам Господь Иисус Христос сказал, что придут лжехристы и лжепророки, которые дадут великие знамения и чудеса. чтобы, если возможно, прельстить и избранных, то есть христиан. Видимо, Евангелие мы как-то читаем странно. Святой Кассиан Римлянин преподобный пишет многие, развращенные умом, и сейчас я вспомню, развращенные умом и совершенно отрёкшиеся от веры, именем Господа Иисуса Христа творят великие знамения и чудеса. как жалко, что люди не знают этого. Чудеса все нужны исцеления и прозорливости. почитайте уход жития святых, почитайте, что эти чудеса и знамения могут быть от дьявола отсущего. Мы не знаем природу очень многих, причём явление даже естественного порядка. Критерием святости и истинности подвижника являются совсем не чудеса, совсем не это является, а является как раз его дары другого порядка. И прежде всего и самый великий дар это видение, видение того, о чём сказал тот же Пимен Великий. Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Вспомните, как дьявол к Антонию пришёл. Антоний, ты мало ешь? Я совсем не ем. Ты мало спишь? Я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, Антоний, а смирением. Точно, дьявол это точно знает. Вот оно, где критерии, а мы всё ищем чудес, чудес и чудес. Я очень советую вот ей почитать Игнатия Брянчанинова о чудесах. Он там очень пишет хорошо и говорит, как наше время, это его, это середина XIX века, мы все устремились к исканию чудес, все ищем и придет он, который даст эти чудеса. Сыщик обещает и в частности произносит следующие, совершенно потрясающие пророческие слова. наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который наконец осуществит мысль о всемирной монархии. И он говорит, какие чудеса и знамени он произведет, и люди, не понимающие ничего в духовной жизни, на основании этого будут его боготворить. Так что он не просто так сядет в храме и выдавать себя за Бога. Его будут чтить как Бога. Вот в чем беда-то. В наше время нужно быть в высшей степени осторожным ко всем явлениям, так сказать, неестественного, сверхъестественного порядка. Очень осторожно. Не по чудесам мы можем судить о святости человека, а потому, когда убедимся в святости человека, тогда еще, если такая возможность будет, тогда еще можем говорить, да, это чудеса Божии. Ни в коем случае это не должно происходить наоборот. А святые отцы, обращаясь именно к нашему времени, прямо дают, если хотите, такое правило, великое правило, которое нужно помнить. Именно, когда мы встречаемся с различными явлениями, которые выглядят как чудесные, но не можем по отсутствию информации, по отсутствию знакомства, не можем мы решить, откуда оно. И они произносят «Не хули, а вдруг это от Бога? И не принимай, а вдруг это от дьявола? Оставься, останься холоден, нейтрален, так, как будто ничего не было». Ух, какое прекрасное вразумление дает он нашему человеку. Алексей Ильич, вот хотелось бы спросить об одном конкретном чуде. Оно произошло, и ваше отношение к этому, оно произошло в 1968 году. И вот мы говорили о Антонии Великом, только что, произошло на египетской земле. Это так называемое зейтунское явление Божьей Матери. Вы в это время уже преподавали в московской духовной, в московских духовных школах, и хотя понятно, что в 1968 году в Советском Союзе вот об этом, ну, собственно говоря, можно сказать, происшествии даже, не столько чуде, естественно, что замалчивали, но тем не менее, о нем писала практически вся мировая пресса. Каирское чудо. Вот, Каирское чудо, да, ну, поскольку в районе Зейтуна в Каире, да, это произошло, и даже был написан образ зейтунской, так называемой Божьей Матери, когда, как считают египтяне, копты, Божья Матерь в течение месяца или даже больше являлась на крыше храма, и там собирались тысячи и тысячи и тысячи людей, в том числе и президент, который, как бы, засвидетельствовал лично, что вот это, так сказать, было и построил напротив там огромный собор, и просто тысячи простых людей. Вот, как вы можете, вот, прокомментировать это событие, что это было? меня интересует в данном случае точка зрения отца Серафима Роуза, который в одной из своих работ пишет о все увеличивающемся потоке вот таких явлений, которые выходят, кажется, за границы нашей обычной жизни. Поток увеличивается, и он говорит, и будет увеличиваться. Он объясняет это, я бы сказал, ну, грозно. Он говорит, не случайно же вся эта поднебесная или воздушная пространство кем наполнена? Об этом пишет уже апостол Павел, что князи власти воздушные. Говорит, и сейчас в силу нашего потрясающего омерщения, омерщения прежде всего христианского сознания, эти, так сказать, власти воздушные становятся все более близки к нам и являют нам все больше и больше в мере свое присутствие как? Так, как пишет апостол Павел в образе Ангела Светла. Помните? То есть сам сатана может явиться в образе Ангела Светла. Это предупреждение, мне кажется, мы должны иметь в виду. И поэтому в данном случае у меня лично очень большие сомнения в том, что это имеет какой-то христианский характер. Я не думаю, потому что это не единственное. Кстати, это где-то в Югославии бывшие тоже самое, я забыл, какое местечко, там, это Фатима тоже самое. Все это чисто одного и того же порядка. Причем, когда я почитал, что говорит Божия Матерь, я почитал, я ахнул, ни крупинки какой-нибудь поля, любите моего сына, приносите к нему цветы, приходите на эти встречи и так далее. Никаких назиданий. Спрашивается, для чего это явление? не принимай, самое, самое большее, в чем еще можно, как еще можно отнестись к этому явлению, это не хули и не принимай. Это самое большее. На самом деле, на самом деле, я боюсь, что здесь первое надо, наверное, отбросить. Не принимай. Не принимай. оставьте эти вещи. Я не знаю, что это дало кому и что дает. Вот сейчас мы прочтем все и дальше, что мне это дает? Ничего. Что дает это всем верующим? Ничего. Свидетельств того, что она есть, что есть Бог, мы и так верим. Не верующим, если и мертвый воскреснет, не поверит, если не исполняет заповеди Божий. Вот поэтому я к этому отношусь более чем сдержанно ко всем этим явлениям такого, скажем, чудесного, лучше сказать, неестественного порядка. Я в этом отношении очень солидарен с отцом Серафимом роза.